МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ТНТ «Мавир», информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. С марта месяца в поселок Учхоз ЗВТ перестал ездить общественный транспорт. Плохая дорога, говорят водители. В чем проблема на самом деле, выясняла Анна Туринова. В редакцию «Твоих новостей» обратились армавирцы. На клумбах перед их дворами кто-то обрезал все кустарники. Что это, цветочный вандализм или работы по благоустройству города? Выясняла Дарья Топщева. Как сегодня сохранить и приумножить семью? Мнение армавирцев смотрите в выпуске новостей. 3 июля в администрации города состоялась встреча с армавирскими предпринимателями и юридическими лицами по поводу правил реализации алкогольной продукции. Какие вопросы обсуждались на повестке дня, расскажет Анна Тулинова. Несмотря на четкие требования к продаже алкоголя, владельцы некоторых магазинов и заведений общественного питания всячески изощряются, чтобы обойти закон с целью собственной выгоды. Дабы предотвратить нелегальный оборот алкогольной продукции, органы власти внесли поправки и изменения в действующее законодательство, которые ужесточают условия реализации таких товаров. Например, закон Краснодарского края номер 2980 КЗ. В данной статье устанавливаются дополнительные ограничения на территории Краснодарского края. То есть в первой личной продаже алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков, сидра, фуаре, медолухи, не допускается ее розвит в потребительскую тару. Это говорит о том, что потребительская тара признана тара, которая предназначена для транспортировки. Еще одной мерой по пресечению незаконного оборота алкоголя является контроль качества и лицензирование товара. Раз в три года сотрудники Роспотребнадзора устраивают плановую выездную проверку и смотрят, все ли соответствует техническому регламенту пищевой продукции в части ее маркировки. Вы получаете данную продукцию алкогольную, вы должны ее принять не только по количеству, но и по качеству. По качеству это значит, вы делаете визуальный осмотр каждой партии поступающего товара. То есть оцениваете его внешний вид, маркировку, цвет, наличие документов. Муниципалитет приобрел несколько специальных приборов, которые определяют лицензирование акцизных марок. На совещании говорили о запрете на продажу алкоголя детям, о недопустимости распространения такой продукции в частном порядке и о том, какое наказание ждет нарушителей. Анна Тулинова, Александр Пензев, Служба новостей, Армавира. Срок уплаты имущественных налогов за 2013 год истекает 1 ноября. Рассылка уведомлений из фискальных органов гражданам идет полным ходом. О том, что надо делать, если вы еще не получили этот документ, расскажет Наталья Полякова. Письма из Волгограда со штампом Федеральной налоговой службы продолжают поступать гражданам. Данные уведомления не ошибочны. Фискальные органы неоднократно информировали. С этого года они печатаются именно в Волгограде. Там находится федеральное казенное учреждение «Налогсервис», которое осуществляет рассылку по всем регионам России. Межрайонная ФНС номер 13 собирает всю информацию по начисленным имущественным налогам и отправляет ее в Центр обработки данных. В настоящий момент 80% уведомлений налоговых направлено налогоплательщикам. Те налогоплательщики, которые до августа месяца не получат налоговые уведомления, им необходимо будет обратиться в налоговый орган для получения налоговых уведомлений, которые они по каким-либо причинам не получили. Получив данное уведомление, не обязательно ждать 1 ноября, чтобы уплатить налог. Согласно действующему законодательству, сделать это можно уже сейчас. Чтобы упростить процесс, ФНС разработала ряд онлайн-сервисов, которые позволяют узнать о начислениях налогов, определить налогооблагаемую базу, а также произвести оплату. Например, очень удобен так называемый личный кабинет. На сегодня уже более 12% плательщиков к нему подключены. Это довольно удобный сервис, потому что не выходя из дома, можно получить информацию, которую налоговая служба направляет через отделение почтовое. Там же можно произвести обратную связь с налоговым органом. То есть, если какие-то неточности обнаружены в налоговом уведомлении, возможно направить онлайн-обращение в налоговый орган, указать все неточности и будут произведены уточнения. Наталья Полякова, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. С 1 июля 2014 года в России появится адресный реестр, который будет размещен на сайте Федеральной налоговой службы. Сообщает интернет-портал новостимейл.ру. Создание государственной информационной базы – первый шаг к введению единого налога на недвижимость. На ее основе в ближайшее время сформирует кадастр собственности, в котором будут содержаться сведения о владельцах зданий и земельных участков и их оценочной стоимости. Государственный адресный реестр поможет исправить ошибки прошлых лет. Раньше в каждом городе или районе действовала собственная система присвоения адресов. В результате один и тот же объект мог обзавестись несколькими адресами. Такой казус существенно осложняет подачу заявлений направления запросов различной организации и даже ставит под сомнение само право собственности. С появлением единого реестра эти недочеты будут устранены. Получить доступ к сервису может любой желающий. Все сведения будут размещены в открытом доступе на сайте ФНС. К 2015 году размер материнского капитала, выплачиваемого семьям, в которых родился или был усудовлен второй и последующий ребенок, вырастает почти до полумиллиона рублей. Передает Интерфакс ссылка на слова министра труда Максима Топилина. Планируется, что ежегодная индексация достигнет почти 5%, доведя общую сумму выплат до 490 тысяч. Для сравнения, стартовый размер в связи с рождением второго ребенка изначально составлял 250 тысяч рублей при введении соответствующего федерального закона в 2007 году. В настоящее время матери получают господдержку в размере 429 тысяч 400 рублей. Правительство планирует, что увеличение составит за три года почти 15%, и материнский капитал к 2015 году возрастет почти до 500 тысяч рублей. В настоящее время срок действия программы ограничен 31 декабря 2016 года. Однако государство в настоящее время рассматривает возможность продления срока действия программы. Отметим, что, как и прежде, в основном сертификаты направляют на улучшение жилищных условий. Жители поселка Очхоз уже не в первый раз обращаются в администрацию с вопросом о том, почему к ним нерегулярно заезжает общественный транспорт. А сейчас автобусы перестали заезжать сюда совсем. Водители маршруток не устраивают дорожное покрытие. Подробности далее. И в дождь и в слякоть жители Очхоза вынуждены почти километры идти по разрытой дороге на трассу, где их может подобрать автобус номер 140. А если учхозовцы работают в Армавире допоздна, то вполне возможно, что этот автобус увезет их в поселок Глубокий или вообще проигнорирует. У нас проблема Очхоза – это дороги, автобус. Так как у нас дороги после водоканала, который нам сделал разрытие, остались ямы, грязь. Нам ничего не почистили, нам не отремонтировали, как обещали. И водители маршрутники отказываются заезжать к нам, возить людей. Бросают их, увозят в Глубокий, возвращают в город, но не завозят к нам. Водители маршрута 140 обосновывают это тем, что Очхоз ведет отвратительная дорога, и они просто ломают свои автомобили, приезжая по ней. Жители поселка добились того, чтобы на проезжей части насыпали гравий и сделали небольшую площадку для удобного разворота машин. Но ситуация не изменилась. Это была временная мера, так как дорога у нас разбита там была. Гравийное покрытие, вы понимаете, да, что ездят туда и легковые машины, и также автобусы, ну как, не предусмотрена она для пассажирских перевозок. Ее постоянно надо, ну как, кредировать. Руководство транспортной компании «Содействие» неоднократно обращалось в отдел транспорта и к главе Пререченского сельского округа с просьбой о реставрации дорожного покрытия. Но, по их словам, по каким-то причинам эта мера откладывалась. Впрочем, за пару часов до приезда нашей съемочной группы в Очхоз прибыл грейдер, который стал разравнивать дорогу к поселку. И вот сегодня там все привели в божеский вид, и уже машины ходят. Мы сегодня смотрели по Глонасу, уже они ходят. Но, когда это было приостановлено, все равно были исключения, когда водители довозили таких, ну как мамочек там с детьми, инвалидов. Не было так, что брошено и все. У каждой медали две стороны. Жители поселка Очхоз говорят, что брошены общественным транспортом на произвол судьбы. А сотрудники компании содействия утверждают, что их водители никогда не позволяли себе оставлять людей в поле. На чьей стороне правда покажет время. Анна Тулинова, Александр Жирелеев. Служба новостей Армавира. По улице Тургенева в Армавире на нескольких клумбах, расположенных около частных домов, кто-то обрезал декоративные кусты, выращенные местными. Об этом сообщили в редакцию твоих новостей жители домовладений, на придворовой территории которых и был наведен порядок. Кто причастен к этому, хулиганы или специализированная организация, выясняла Дарья Топчиева. Жители улицы Тургенева шокированы. Еще недавно на участках перед их домами возвышались цветущие кустарники гибискуса. А 1 июля утром кто-то взял и срезал всю красоту. Порядок навели и на клумбе перед домом Нины Плотниковой. Кусты, выросшие практически в человеческий рост, за которыми женщина ухаживала в течение 6 лет, после стрижки значительно уменьшились в размере. Да и цветов, радовавших глаз, не стало. Истоптаны цветы, срезанные кусты и остались, вы сами видите, какие кочерыжки. И как теперь быть? Как мне с этим бороться? Я всю ночь сегодня не спала. Нине Михайловне обидно, ведь когда-то на этом участке, кроме колючек и полыни, ничего не росло. И женщина с инвалидностью, как могла, облагораживала клумбу. Подобная ситуация повторяется возле нескольких дворов. Подрезаны кусты гибискуса и перед домом Александра Сибирцева. Мужчина взращивал растения своими руками, собирал семена, высаживал, поливал. Прошло несколько лет, прежде чем кустарники зацвели. И потому удивлению Александра Сибирцева от увиденного 1 июля не было пределом. Шел с рынка, дошел до угла, я просто обалдел. Я устал, я до речи потерял, когда увидел на углу на тургине вот это все убожество. Я в шоке был, у меня давление подскочило, кошмарно. Я думал, что в этом году любоваться цветами буду все это, а получилось такое убожество, что не дай бог. Кто поработал на клумбах, разбитых на придворовых территориях, жители не видели. Но некоторые соображения на этот счет у них имеются. Думаю о зеленении. Больше кто еще? Ведь не пришел никто. Другой, вот они, смотрите, как папка ромсали кусты. Это ужас. Для того, чтобы подтвердить это предположение или опровергнуть его, мы обратились в муниципальное предприятие «Озеленитель». Оказалось, что случившееся на клумбах вовсе не цветочный вандализм, а целенаправленные работы по благоустройству. В данном случае поручение выполнить обрезку кустарников было дано на объезде территории, которое проводил глава города. И поручение было дано непосредственно нашему руководителю. Значит, кроме обрезки по улице Тургенева, сейчас производится обрезка кустарников по улице Комсомольской. Будет произведена обрезка кустарников по улице Энгельса и по улице Каспарова. Оказалось, что обрезка проводилась в целях обеспечения безопасности самого населения. Высокие кусты ухудшают видимость на дорогах как пешеходам, так и водителям. Кроме того, по правилам, кустарники должны быть высажены на расстоянии не менее двух метров от полосы автодороги. А предупреждать население о проведении работ на муниципальной земле, а придворовая территория и является таковой, как сообщили в озеленителе, никто не обязан. В любом случае обрезка производилась на муниципальной земле. И решение принимать, производить обрезку или не производить, принимает наш заказчик управления жилищно-коммунального хозяйства совместно со специалистами муниципального предприятия «Озеленитель». При этом придворовая территория местными жителями должна содержаться в порядке. Деревья, кустарники, высаживаемые ими, должны быть согласованы с администрацией города, владельцами подземных коммуникаций. Ну а подрезанные кустарники гибискуса еще вырастут, подчеркнули в озеленителе. Гарита Пчева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Ненастная погода атакует. По данным Краевого гидрометеоцентра, 4 и 5 июля местами на территории Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Управление по делам ГОЧС Армавира рекомендует жителям города не только запастись зонтами и дождевиками, но и быть предельно осторожными. По возможности откажитесь от отдыха вблизи водоемах и в горах. Обязательно следите за сообщениями в СМИ. Во время грозы не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, а также не подходите близко к водостокам с крыш. В доме следует выключить все электроприборы. При сильном ветре обходите поврежденные поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции, другие шатки и строения. Будьте внимательными при нахождении вблизи линии электропередач. Владельцам личного транспорта не стоит оставлять свои имущества вблизи деревьев под рекламными щитами. В Армавире завершилась первая лагерная смена. Окончанием программы, насыщенной спортивными, творческими и интеллектуальными мероприятиями, стал праздник в городском парке культуры отдыха. Яркие моменты попали в объектив камеры твоих новостей. 16 июня в Армавире был дан старт летней оздоровительной кампании 2014. В городе на базе 12 школ заработали лагеря дневного пребывания детей. За три недели, которые длилась смена, ребята посетили массу мероприятий, как внутрилагерных, так и общегородских. Праздник Нептуна, колесо безопасности, день туриста. Организаторы постарались сделать программу смены насыщенной. А ребята, в свою очередь, во время летнего отдыха зарядились положительными эмоциями, оздоровились и загорели. Девиз лагерной смены «Здоровые дети, здоровая страна» подтверждаются работой наших лагерей. Воспитатели прекрасно справились со своей задачей. В 12 лагерях отдохнуло 1350 человек. И надеемся, что еще отдохнут еще больше. Еще раз собраться вместе, подвести итог смены прошедшей, наградить лучших. Такова цель закрытия лагерной смены, которая состоялась в Армавире 4 июля. Ребята не грустят, ведь лето продолжается. Впереди практически два месяца каникул. Впрочем, во время лагерной смены мальчишки и девчонки не теряли времени даром. Участвовали в различных конкурсах. И теперь, благодаря их активному участию и умелым педагогам, на закрытии были названы лучшие лагеря дневного пребывания. В лагере дневного пребывания Аистенок школы номер 11. Самые творческие, самые спортивные, самые-самые педагоги, руководители лагерей и, конечно, дети получили заслуженные грамоты. Дальше праздник закрытия смены продолжился концертом. На сцену городского парка выходили юные звездочки. То, что за смену ребята получили массу впечатлений, вне всяких сомнений. Но что понравилось и запомнилось больше всего, тут уж дело вкуса и предпочтений. Мне понравилось, когда мы отмещали праздник Нептуна. Я был в главной роли Нептуна, мне очень понравилось. И моим друзьям тоже. На водоем второй ходили. Там было весело, кушали, хорошо кормили. Мне очень понравилось. Запомнилось, что мы в кино были. Подделки любые делали с пластилином, бумажек. А в это время на сцене городского парка концерт набирал обороты. Совсем скоро начнется вторая лагерная смена. Открытие намечено на 10 июля. Ну а ребята, уже отдохнувшие во время первой смены, не останутся без общения и развлечений. Они еще могут посещать дневные и вечерние площадки при школах. Я думаю, это надолго будет запоминаться. Я буду детям даже рассказывать, как в школе праздники какие были, что было. Как друзья мои. Артем выиграл первое место. Расскажу про него. А так вообще все супер. Дарья Топчева, Александр Пензев, Служба новостей, Армавира. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник в Новокубанском районе любят и почитают. В этом году по сложившейся традиции в районном отделе ЗАГС чествовали супружеские пары, отмечающие юбилей совместной жизни. В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности в праздничном зале Новокубанского ЗАГСа собрались семьи юбиляры, отметившие в этом году круглые даты со дня своей свадьбы. От 10 до 55 лет супружеской жизни. На торжественное чествование пришел и глава района Роман Архипов. Приятно смотреть на людей, которые всей своей жизнью показывают, как нужно жить, как нужно жить в мире. Смотря на вас, даже просто со стороны, начиная с 10 лет самых, наверное, молодых юбиляров и заканчивают самыми мудрыми 55-летними юбилярами. Просто даже по парам можно смотреть и понимать, кто с какой жизнью прожил. И с каждым годом, с каждым юбилеем, с каждым днем свадьбы, ваша любовь, ваши внутренние отношения становятся теплее, добрее. Много теплых слов было сказано в адрес каждой пары. Они прошли испытания и трудности, вместе радовались успехам и победам своих родных. Но главное, бережно пронесли через годы любовь и уважение друг к другу. Я хочу, чтобы вы своим примером, своим жизненным опытом от 5-летнего юбилея, от 10-летнего и до самого-самого, наверное, огромного, большого, и есть пары у нас на Кубанском районе, которые 60 лет совместно прожили, чтобы вы именно своим примером еще раз, не только своим родным детям, но и всем молодым, юным жителям нашего района доказывали, что нет ничего важнее в мире и крепче, чем семья, родители, дети, брак. Чтобы тепло семейного чага продолжало и дальше согревать вас, чтобы в ваших домах так же продолжал раздаваться смех детский, дети, внуки, правнуки, чтобы здоровья хватило вам, чтобы дожить до праправнуков. Всего самого наилучшего. Под звуки свадебного марша супруги поставили свои подписи в книге юбиляров семейной жизни отдела ЗАГС Новокубанского района. Парам под аплодисменты вручили цветы и приветственный адрес губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Виновники торжества искренне благодарили за устроенный для них праздник. Спасибо администрации, спасибо всем-всем, а мы обещаем, что так же будем дальше жить и радовать наш город тем самым. Примером долгой и счастливой семейной жизни являются супруги Белогуровы. Их на мероприятии поздравляли с золотой свадьбой. Владимир и Валентина делились с присутствующими секретом крепкого брака. По мнению семьи, он заключается во взаимной любви и заботе. Брак, в принципе, получился очень удачным. Прожили в мире согласия все 50 лет. Никогда не ругались, никогда не ссорились. Вырастили двух хороших сынов. Имеем трех внучек, четыре правнука уже имеем. И молодежи желаем так же жить, как и мы прожили. Юбиляры подняли бокалы с шампанским с пожеланиями процветания и здоровья. И договорились встретиться здесь же через пять лет. В завершение праздника было сделано общее фото на память. Роман Габарец из Новокубанска. Служба новостей Армавира. Яркое мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности, прошло в школе номер 23. Воспитанники лагеря «Солнечный» вместе решали, что же такое настоящая семья. Подробности в нашем следующем сюжете. День Петра и Февронии начали праздновать с 2008 года. Древняя легенда о святых дает четкое понимание о том, какой на самом деле должна быть семья. Вот и в 23-й школе о чете князей Муромских детям рассказывали сотрудники Армавирского отдела краевого методического центра вместе с сотрудниками школы. Цель мероприятия – воспитывать у детей любовь к своей семье, уважение к родителям, учить подростков вежливо общаться со взрослыми людьми, формировать представление о семье, как о людях, которые любят друг друга и заботятся о своих членах семьи. Мероприятие проходило в конкурсной игровой форме. Детям нужно было нарисовать герб их школьной семьи и рассказать о главных, по их мнению, ценностях. Но самым ярким оказалось приветствие команд. Наш отряд! Деревь и солнце! Наш девиз! Наш девиз! Четыре слова! Солнце светит нам кайфово! Воспитанник лагеря «Солнечный» Денис Довтоленко думает, что семья должна быть большой и дружной, а ее члены – щедрыми. Семья, когда там не ругаются, дружат все, там делятся своим. Талисманом мероприятия «Два голубя» стала ромашка – символ любви, преданности и внутренней чистоты. Ребята смастерили бумажные цветы и на каждом лепесточке написали те качества, которыми должна обладать настоящая семья. Анна Тулинова, Александр Жирелеев. Служба новостей «Армавира». На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».